МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Большинство, около 56%, проголосовало против. Однако мнение населения не является решающим. Последнее слово за городским советом Калгари, который вынесет окончательный вердикт в ближайшее время. Ожидается, что плановые расходы составят около 5 миллиардов долларов, с учетом того, что в Калгари будут использовать многие объекты, которые были построены для Олимпиады 1988 года. Население города высказалось в первую очередь против масштабных трат бюджетных денег. Тем временем Международный Олимпийский комитет, выбирая между Стокгольмом, Калгари и Миланом, отдавал предпочтение именно канадскому городу. Прошедшее голосование ставит под угрозу олимпийское движение. У Канады уже есть опыт проведения Олимпийских игр, и заявка Калгари для МОК была бы самой перспективной. Она прорабатывалась еще со времен Олимпиады в Ванкувере. Объяснил исполнительный директор Олимпийского комитета Швеции Питер Рейнеба. В Швеции и Италии также ведутся дискуссии о необходимости проведения Олимпиады из-за предполагаемых финансовых трат. Международный Олимпийский комитет объявит столицу Игр-2026 23 июня 2019 года на своей 134-й сессии в Лозанне, Швейцария. По словам главы комитета Томаса Баха, у организации нет запасного плана, если все три претендента снимут свои кандидатуры. Все предполагаемые города-хозяева Игр должны представить окончательные проекты заявок и все необходимые гарантии до 11 января 2019 года. Сноубордистка Анна Гассер стала первой в истории женщиной, которой покорился трипл-корг. Этот сложный рискованный прыжок с вращением на 1260 градусов она выполнила с первой попытки. Об этом сообщила Международная федерация лыжного спорта. Подробности в газете Guardian. Это трюк с последствиями и вам действительно нужно поставить на карту все, если хотите добиться успеха. Вы можете легко перевернуться на третьем флипе, что сделает невозможным безопасную посадку. Сегодня все пошло правильно. Думаю, это еще одна веха в женском сноубординге. Говорит Анна Гассер. Прыжок спортсменка совершила на тренировочной базе Штубай в родной Австрии. Таким образом, 27-летняя олимпийская чемпионка Пхен Чхана в дисциплине Big Air доказала, что на старте нового сезона находится в отличной форме. Анна Гассер дебютировала в Кубке мира по сноуборду в 2013 году и стала первой женщиной, которая исполнила двойное сальто. О самых опасных в мире стадионах в материале BBC. И первый в списке стадион Альберто Армандо в Буэнос-Айресе, известный также как Бомбонеро. Домашнее поле аргентинского клуба Бока Хуниорс. Когда фанаты шумят и вскакивают на ноги, стадион трясет в прямом смысле слова. Легенда Риверплейт Хернана Креспа вспоминает, как 18 лет впервые играл там со своей командой. Когда говорят, что Бомбонеро содрогается, это не фигура речи, это чистая правда. Я помню, когда мне было 18, я был на поле и подумал, это у меня ноги трясутся. Но нет, это люди так раскачали. Было нелегко. Крис посчитает, что это происходит от того, что стадион плохо спроектирован. По его мнению, играть на этом поле небезопасно. Райка Митич – домашний стадион белградского клуба «Цервена Звезда», всемирно известный своим шумом. Чтобы попасть на поле, спортсменам приходится проходить через очень длинный тоннель, на всем протяжении которого слышны просто оглушающие крики болельщиков. Боливийский стадион «Эрнандо Силас» расположен на высоте 3600 метров над уровнем моря и является одним из самых высокогорных в мире. Играть в футбол при таком дефиците кислорода кажется немыслимым. Местные футболисты и болельщики в силу привычки чувствуют себя на такой высоте вполне нормально. Но приезжим приходится нелегко. Тюрк целиком арена, домашний стадион турецкого клуба «Галатасарай» в Стамбуле, славится неприветливыми болельщиками. Дело здесь нередко доходит и до потасовок, в которых могут принять участие и сами игроки. А стадион Сан-Паулу в итальянском Неаполе делают опасным сразу несколько особенностей. Во-первых, он построен на вулканической породе, а Италия находится в сейсмически опасной зоне. Кроме того, он считается одним из самых шумных в Европе. И дело не только в громкоголосых фанатах, но и в особенностях постройки. В-третьих, вызывает много нареканий запущенное состояние стадиона. В числе опасных оказался и голландский «Фейнорд». Из-за замкнутого дизайна на стадионе стоит поистине оглушающий шум. Замыкает список месталья в Испанской Валенсии. Спортивный объект страшен тем, что на его северной трибуне есть невероятно крутой участок. У игроков на поле создается ощущение, что болельщики нависают над ними и контролируют каждый их шаг. А у фанатов кружится голова. Тем, кто боится высоты, следует быть более внимательными. При выборе места на трибуне этого стадиона заключает корреспондент BBC.